Приветствую всех на канале. С вами Виталий и Дима. Я продолжаю гостить в Шарвате. Парк Freedom Park. Местные, наверное, точно знают это место. Поговорим про Шарват. Про Каролину. Про цены, про зарплаты, про твои работы. Значит, кто не смотрел предыдущее видео про апартмент комплексы, где они живут, с ценами, с подробностями, очень было интересно. Переходите, смотрите предыдущее видео. Расскажи, пожалуйста, с чего ты здесь начинал, с каких работ, как ты нашел первую работу, сколько ты меняешь. Все говорят, знаешь, Америка страна возможностей. Я понял, что это возможность научиться всему просто. Всему, чему ты раньше не занимался. Я за один год научился, я столько профессий освоил. Первая была моя работа, я только приехал. Как бы, где ты ищешь работу, маркетплейс. Я нашел первую работу на маркетплейсе. Хорошо, стоп. Тебе с первой работы не помогли знакомые, как вот с жильем, типа? Нет, нет, нет. Сам, сам. Нам знакомые помогли вот снять жилье, как бы, а все остальное там уже и с машиной, где купить машину. А все остальное, как бы, я сам. Сам искал. Мы приехали в Америку, моя жена имела работу, а я не имел работу. Она ехала в Америку, она уже знала, где она будет работать. Да, а как так получилось? Потому что наши спонсоры, у них есть небольшой бизнес, цветочный. У меня жена флорист, и она уже ехала сразу, как на работу. А я ехал, знаешь, как без работы. И первая работа, это ты открываешь маркетплейс, в первый день ты проснулся, начинаешь все листать. И видишь только, ищу работу, ищу работу, ищу работу. А ты по русскоязычным группам? Да, конечно, конечно. Да, у меня английский был не такой хороший, чтобы я сразу искал работу с американцами, ну и не было документов, чтобы устроиться. Ну, по 11,4 только можно. Ну, грубо говоря, в процессе, там, пока дождешься. Да, 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 тебе надо первая работа, ты и в такси не можешь пойти, и в такси не на доставку, никуда, как бы. Тут не было такого, как в Калифорнии сдавать аккаунты DoorDash в аренду. То есть, но Work Authorization SSN, что, долго ждали вы здесь? Месяц. Месяц? Так это недолго. Ну, надо было уже работу искать. То есть, ты приехал, я не ждал месяц, когда там все придет, и сразу начинал искать. И нашел первую работу, это была, контртопы устанавливать. Что? Контртопы, гранитные плиты такие, на кухню. А, вот эти вот столешницы? Да, столешницы, по-нашему это столешницы. Так. Вот, первая работа контртопы, я отработал, наверное, 3 месяца. Потом у моего начальника сломался бусик его. И он сказал, иди здесь там просто. И он говорит, уходим в отпуск. Я говорю, окей, я не могу идти в отпуск, мне надо платить за апартменты, за все. И я начал искать другую работу. И я где-то месяц жил только на DoorDash. Пока я искал работу, я каждый день ездил на DoorDash. Это было не самое легкое время. Давай здесь поподробнее остановимся. Потому что, да, что здесь вообще заставки в DoorDash, и что получалось. Подъезжаем в центр Шарлотт. Пройдемся. Посмотрим, что как здесь. Никак. Ну, у вас есть где-то место, где типа центр, где гуляют, типа лица? Особо такого нет. Нет. Ну, это, наверное, в каждом Донтауне городу. Так особо нет в центре. Просто офисы, офисы, офисы и все. Есть там пару сквериков. Давай тогда проще, чтобы начать. Я скажу, сколько тут зарабатывает обычная работа. Обычная работа у тебя 15 долларов в час примерно до вычета налогов. До вычета. Да, это мы Walmart берем, Amazon Warhouse. McDonald's. Такое, McDonald's, да. 14-15 долларов. Если 16, как бы, ну, not bad. Угу. Вот. Ты считаешь, 16 долларов минус вычета налогов, там на руки ты получишь 13. И ты целый день работаешь, типа за 100 долларов. Если по 8 часов, если где-то. Да, за 100 долларов в день. У тебя начинают на кроватику. Думаешь, ты там в Киеве больше зарабатывал в день, чем тут. Думаешь, какая мерька вообще. Ну, ничего, это все пройдут. И я начал ездить на DoorDash. Я ездил на DoorDash и не утром, а я ездил в вечернее время. С 5 и до 2 ночи где-то. Вау. Да, каждый день. Вот. Ну, когда я приехал 2 года назад, наших соотечественников было меньше. И DoorDash как-то можно было 160 долларов в день заработать. Ну, уже такой вечер, да? Да, да, да. 160-150. Вот. Пятница, суббота вообще самый сенокос. Угу. Прям выезжаешь, полный бак заправил. Угу. И погнал кататься целую ночь. Вот. Ну, тяжковато было. Потому что не каждый день на DoorDash у тебя есть стабильный доход. Как бы тебе надо планировать бюджет свой семейный. За апартменты, за страховку на машину, за все это заплатить. Вот. И сколько примерно заказы? Доллар, миля к доллару, типа? Плюс-минус, да. Доллар-миля было. Так, друзья, мы приехали в центр Шарлотта. Высоточкой. Офис и офис, банки. Идем в такой небольшой парк на фоне UpTown. Здесь это называется вроде бы не Downtown, а UpTown. Ну, мне так Дима сказал. У нас центр называется UpTown. UpTown. Во всей Америке Downtown, Шарлотта. Где-то Middletown еще. Не знаю. Ну, еще здесь сколько раз бывал? Пару раз за все время, наверное, да? Да, как кто-то приезжает из гостей, так едем в центр, показать и по центру, и все. А на протяжении всего, всей жизни нет. Зачем сюда ездить? Ну, да, зачем сюда ездить? Здесь не как в Европе, где порулять. Европа с туристами, центр города, там площадь, там. Здесь как бы такого нет. Это все рабочие плейсы, рабочие офисы. Сюда люди приезжают в центр на работу. Девы и люди приезжают на работу просто. А мы приезжаем просто походить. Да, ну мы здесь, я думаю, долго не задержимся, так сейчас пройдемся, да. Думаю, в принципе, здесь ловить нечего. Просто какие-то, если есть рестораны, они есть по всему городу, где они обязательно ехать в центр, в ресторан свой любимый, у тебя может быть на районе. Да. Опять же, все зависит от района. Так, ну смотрите, в принципе, в разы чище, чем Сакраменто. Бездомных парочку мы видели уже, и видел я одну палатку за все время возле моста. Больше пока не видел, но это, опять же, в сравнении с Сакраменто. В центре не воняет, здание достаточно ухоженное. А? 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 А я ютубер. А я рэп. А я блогер. А я рэп? Что? Рэп. А я рэп. Рэп. А я рэп. А я рэп. А я актер. А я актер. А? А? А я писал некоторые слова. Не, не, я не рэпер. А я говорю, что это не рэп. А я не молчал не рэп. Нет, я и говорю, что это хип-поп. Учение. Учение. Учение? Учение вниз. Учение, идем. Учение, учение. Учение, пихая! Учение, бей, пихая. Тоже его друзья рэперы сидят. А, ну все, забирай свои слова обратно. Не, нет, бездомных много. Ну сколько 4 человека в парке сидят? сидит. Он хотел сочетать рэп, а ты не оценил его, потому что я рэпер. После этого я пошёл работать на бусе, на спринтере ездил. Типа по Америке? Да, да, все говорили, это самые крутые доходы у тебя, тракедрайверы, на бусе ездить, но это только в инстаграмах и в ютубах говорят, по факту вообще не так. По факту ты больше как охранник этого буса, ты два дня едешь, пять дней стоишь, ждешь. А что это было, рэм какой-то? Спринтер, я был как настоящий хлопак на турбодизельном бусе, я ездил, но я не по всей Америке ездил, начиная от Норс-Дакоты, от севера, с самого севера под Канадой и вниз к нам сюда в Шарлотт, по искусству я в общем ездил. Я помню мой первый выезд был на 14 февраля, у нас тепло в Шарлотте, я в спортивных штанах легких, в кроссовочках, футболке, мне дают груз на фарго Норс-Дакота. Я приезжаю туда, я остался в Чикаго, уже было холодно, я приехал в Фарго, а там снег по колено, мороз минус 30, а я в спортивных штанах и в легких кроссовках. Я где-то месяца два поездил на бусе, это было очень тяжело, потому что ты приезжаешь раз в полторы-две недели домой, жену 3-4 дня повидал, как бы и обратно уехал. И что предлагали на бусе? Я работал от гросса, я не работал от цента на милю. Процент от гросса? Да, процент от гросса. Но это был бус моего знакомого, он сразу сказал, что сейчас не лучшее время идти на бус или на фуру, сейчас рынок очень слабый. Я говорю, ну интересно попробовать, ну если хочешь попробовать, бери бус, катайся. От диспетчера в авто. А получается он из-за того, что сам был тракистом, то у него была диспетчерская, которая грузила его и меня. Вот, поэтому мне сразу присылали документы все и видел сколько это стоит, то есть там меня не обманывали, ничего. Просто мы не ездили по очень дешевым рейтам, мы брали такие хотя бы, чтобы было доллар-миля, это уже было хорошо. То есть с доллар-миля мы ехали. Вот, меньше мы не брали. Я так два месяца где-то покатался. И какой у тебя был процент? Выходило в среднем 35 центов миля, где-то так у меня. То есть у нас было с ним распределено 60 на 40. 60 процентов это моего друга, его топливо. А, его топливо. Его топливо, 40 процентов моих. Вот. Но рынок слабый, все очень дешево, дешевые перевозки как бы и ты по факту ездишь только чтобы купить себе еду, заплатить за рент и ты дома не живешь при этом еще. Я понял, что не хочу. Хватит, да. Ты можешь заново начать снимать, что вот мы в парке и тут как бы нет homeless. Сейчас люди подумают, что все, что говорили до этого про бездомных, это неправда. А их тут реально нет. Люди день рождения празднуют на травке. Не, не, есть, есть. Вот в самом центре, вот в этом парке уже десяток-два есть все-таки. Не, забирай свои слова обратно. Ну, пять человек может. Но все равно это в разы меньше, чем в Сакрамен. У нас их сотни, тысячи. Вот. Пойдем зайдем на полянку. Никого нет. Нет бездомных. Пойдем зайдем на полянку. Красивый, красивый вид здесь на фоне. Есть туалет, да? Бесплатно, в центре для людей, пожалуйста. А трава, что искусственно? У меня везде туалет. Трава, похоже, что искусственно. Может быть. Ребенка надо спросить. Ребенка привез. Развлечься. Оля, какая собака красивая. Да, вот здесь симпатичный вид. Я себе нашел следующую работу. Это woodwork. Дереванные такие панели устанавливали в отелях, в банках. Как обшивка внутренняя. Это шкафы для шаши? Не, не, не. Это не кабинеты. Многие, кто делают тут кабинеты, устанавливают. Мы кабинеты не устанавливали. Мы работали только на коммерциальных проектах. Мы residential не делали. Мы делали только коммерциал. Крупные организации, банки. Вот. И там я работал по 1099 где-то полгода. Полгода я работал. Потом как-то тоже заказов было мало. У тебя оплата как бы почасовая. И сколько ты отработал, столько и твоё. В какую-то неделю ты мог 40 часов отработать, а в какую-то 10. Ну, то есть нет стабильности. Ты тоже как-то особо планировать не можешь. И следующая работа была, это я пошёл на вархаус работать. У нас есть в Шарлотте Вист Акшн. Это онлайн. Ты делаешь ставки на ретёрн товары с Амазона, с Волмарта. Выиграешь всякие айтемы. Я пошёл туда работать. И вот до сих пор работаю. 9 месяцев уже. Так а какие твои обязанности? Что ты делаешь? Я менеджером работаю. У нас есть несколько департментов. Я работаю менеджером одного из департментов. Стекинга. Мы занимаемся тем на складе, что ставим коробочки, посылочки на полки. Я контролирую, чтобы всё стояло ровненько. Ну а дальше с этих полочек что, продают? Люди приходят? С этих полочек происходит как? Ты на сайте ставишь ставки, как аукцион, как машины ты выиграешь или что-то наподобие того. Ты смотришь какой-то товар, ставишь на него ставки. Когда ты его выиграешь, у нас пикап делают отдельные люди. Они этот товар с полочек берут и вывозят к кастомеру. Происходит как? На склад приезжают огромные фуры с палетами, с этими айтемами. На конвейере всё сканируется. Смотрится товар рабочий, нерабочий. Кондишн товара. И после этого он идёт на стэк. Мы его стэкаем. И после этого пикап его выдают людям, когда кастомера выиграли. Вот так. И вот работаю 9 месяцев уже. Ну на данный момент это самая лучшая для тебя. Ну, самая лучшая работа, да? Самая лучшая работа, совет всем эмигрантам. Не надо идти на 10 на 109. Это вообще не ваш путь. Не идите на W2 со стабильной работой. Хотя бы даже если она будет небольшая зарплата. Но вы хотя бы будете понимать, сколько вы в месяц зарабатываете. Ну а тебе что? Гарантированно 5 дней, 8 часов? Гарантированно 40 часов в неделю. Гарантированно. 100% да. И у нас есть over time еще. По полтора? 3,5 часа. 3,5 часа. Да. Поэтому я всем советовал только на W2. Потому что ты в любой апартменте. Ты приходишь снимать апартменты, ты показываешь. Я работаю на W2. Тебе, а, W2, окей. Нет вопросов. Не надо. За 2 года декларации таксовые. Ничего этого. Просто показываешь W2, 40 часов в неделю. Свои статменты показал и все. Поэтому так. У нас очень много украинцев работают на складе. Приезжают, сразу идут на Висту работать. Семьями прям. Да? Всем нравится, да. Отличные условия. Бесплатная еда по пятнице. И ты сколько вырабатываешь часов? Типографик какой себе взял? У меня обязательно 40 часов. Плюс у меня где-то 10-15 часов идет over time. В неделю. По x-1,5, да? Да. Да. 15 часов x-1,5-40 часов по обычной ставке. Центр города. На фоне вот таких высоток. Фонтанчик. Газончик. Привет, привет. Да. Какая-то инсталляция. Такая интересная. Это очень известная на всю Америку, на самом деле, скульптура. На всю Америку? На всю Америку. Это прям очень... Ты же не слышал о ней ничего? Нет, что это такое понятия не имеет. Ладно, рассказываешь. А что? Ну, это как вот в Чикаго есть огромная эта фасолина. Так у нас есть вот эта. Стыдно не знать, Ветель. А что означает это? Не стыдно, я не знаю. Фасолина покрасивее будет намного. Получается, покрасивее. Это, если честно, что-то такое непонятное, а? С Чикаго, в принципе, покрасивее будет, если честно. Трошки несуразная такая инсталляция. Ну, в этой фигуре каждый найдет как бы свое что-то, получается. Абстракция. 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 Я тебя услышал. Если бы мы знали английский, мы могли бы прочитать, что там написано, и понять, что за скульптура, а так мы не знаем. Точно. You know? You know. Сейчас я вам покажу зрителям. Вот написано. Кому интересно, можете ставить на паузу и читать. Да, интересно. В комментах можете написать. Перевод. Перевод. Сделайте через Google Translate перевод. Пишите в комментах. Хорошо. Ну и в целом расскажи, вот за Шарлатт, как тебе. Как бы, в принципе, вот мы покатались. Чистенько. Все красивенько. Очень зелено. Порядочек. Но ты говоришь, скучновато, да, Трохи? Как бы, таких мест? Ну, для молодежи будет скучновато. Если у тебя семья, дети. Шарлатт – идеальный город. Отличная школа, отличные рейтинги. Все спокойно. У тебя, если ты живешь в хорошем районе… Республиканский штат, да? Республиканский штат, да. Вот все, что нужно знать, это республиканский штат. Это не демократический штат. Бездомные, наркоманы, там, на улице. Три палатки. Три палатки стоит. Три палатки. Где? Где? В центре где? В центре есть. Ну, как, не в самом прям оптауне. Чуть-чуть сбоку оптауна, три палатки и все. Ты на улицах не увидишь людей, которые употребляют наркотики, даже просто как марихуану, тут мало кто прям будет стоять и прям курить себе. Но чисто очень, я вот сколько езжу, смотрю, вообще не сравнить с Сакраменто, чистые обочины, ну, где там лежит мусор, но не так. Шарлотт – это вообще банковская столица Америки. У нас главный офис Банков Америка, Банков Америка с Шарлотта, куча офисов. Если у тебя есть английский и ты хочешь учиться, ты идешь, берешь себе в колледже какие-то классы, подтягиваешь английский и идешь работать в офисе или где-то, у тебя будет все хорошо. Английский очень нужен. Без английского будет сложнее. На нормальную работу, на нормальные часы английский нужен. Что у тебя по-английскому за два года? Продвинулось что-то? Продвинулось, потому что я работал, когда на удворке, с американцами. И я как бы в процессе работы подтягивал свой английский, поэтому английский чуть подвинулся. Надо еще вкалочить и учиться. Планируешься. Планируешь? Да, да. Молодец. Да, вкалочь надо, это обязательно. Думать, что я буду на какой-то работе работать и что-то выстрелит. Ну а можно здесь работать и расти за годами в карьерный рост. Они же каждый год добавляют какие-то там доллары за час. Да. У нас, допустим, на нашей работе добавляют каждые два месяца. Да? Да. Если ты хороший сотрудник, если ты прилежно делаешь свою работу, тебе каждые два месяца будут добавлять. То есть, очень много приехало украинцев. Компания начинает развиваться, разрастаться, поэтому им нужны адекватные сотрудники, которые работали хорошо. А текучка там у вас большая или нет? Как и на любом вархаусе есть текучка. Вархаус это склад, да? Это склад, да. Да, это склад. Складское помещение. Есть текучка, но есть такие, кто уже два года работает, три года работает. Даже среди американцев, американцы из которых у нас работают, по два, по три, по четыре года. Всем нравится. Нормальные условия труда. Смотрите, что мы еще нашли в центре города. Пожалуйста, центр. И здесь нарастут помидоры. Что еще? Кабачки, получается. Кабачки. Там перец острый растет, пожалуйста. Перец. Еще. Прекольно. Не видел я такого раньше. Получается вот. Получается еда в центре города. Расскажи за погоду. Есть ли тут штормы, ураганы, торнадо, заливать дождями? Могут заливать дожди, потому что мы живем как Шарлотт, это субтропики. Мы очень близко к Флориде живем. Южная и Северная Каролина. У тебя могут идти дожди прям целые сутки. С утра проснулся, идет дождь. Вечером ложишься спать, дождь все равно идет. Но у тебя не будет такого шторма, прям ураганы, смерчи. Такого нет. Тебе не будет так затапливать здесь, как Флориду. Тут климат влажный. Можешь сам ощутить. Ты утром. Я даже сейчас чувствую. Здесь сейчас жарит 75, ты сказал. 80 с небольшим. 82 где-то. Но у нас это сухо, у нас в Сакраменто. А здесь прям вдушно, так влажно, прям сжет солнце. Прям чувствую, что можно сгореть мгновенно. Сгореть. Надо прятаться в тень. Надо быть аккуратным. А так климат классный, зимы нет. Снег не выпадает. Снег не выпадает. Тут очень красиво весной, очень красиво осенью. У тебя постоянно что-то цветет. Вот я вижу, да цветет что-то. Постоянно. У тебя одно цвета и следующее начинает цвести. Так постоянно. Начиная с середины февраля уже все начинает цвести, все красивое. Очень классно. В этом плане. Ну а где вы вообще, например, проводите время, гуляете, куда вы выезжаете? Есть ли какие-то места? Или вот только в такой парке как бы, да? Центра особо нет? Нет, да он там. Центр, если тебе не нужно ехать в центр, то в центр не едешь. В центр у нас там только офисы. Там даже погулять, как особо каких-то кафешек, прям в самом аптауне нет. Ну, очень мало. Все люди вот в выходной день вышли в парк себе, пикнички, отдыхают. Или же ты можешь с Шарлотта 3 часа ты на океане, или 2 часа ты на горы поехал. Вот такой вот. На выходные дни на океанчик собрались, поехали. Покупались. Чарлстон, красиво. Мёртл бич, пляжи, все есть. Ты был же во Флориде, Сиеста бич, да? Сиеста ки, да. Сиеста ки. Да, Сиеста ки. А там поездил еще по населённым пунктам? Да, я по Флориде покатался, был в Сарасоте, в Тампе. И что там, сравни с климатом и вообще визуально. Климат похож, но гораздо жарче. Жарче. Да. Там у тебя город тоже будет чистый, у тебя тоже не будет грязи, у тебя не будет хомблесс так много, как где-то. Флорида вообще пенсионерский штат. Очень много пенсии живет, поэтому там все так тоже спокойненько. А это на стороне Сарасоты. На стороне Майами там, конечно, более такой молодежный. Но вот Сарасота, Тампа, Санкт-Петербург, все спокойно, красиво. Флорида, она просто интересна тем, что она такая вся, флэт идет. Там нет гор, ничего. Там все вот ровно, равнина. Поэтому там из развлечений на океан сходить и в бинго поиграть по четвергам. Если бы вот с пленом часа испытала, стоит ли ехать, мы не жалеем, что мы сюда приехали. Ну, слово совсем. Но для многих, если вот так вот просто взять в сухую, расписать, сколько денег ты тут сможешь зарабатывать, и сколько денег ты тут будешь тратить, и какие там пособия государство тебе платит, то, наверное, для многих лучше было бы в Европе остаться. Ну, или ехать в Европу. Ну, разве что в Германии. Да. Мне кажется, больше, чем в Германии никто не платит, да? Да, 100%. Потому что ты приезжаешь в Германию, ну как, раньше было, да? Ты приехал, тебе там квартирку какую-то дали, пускай даже какую-то плохую. Ну, за нее платят, за нее платят. Да, ты за нее не платишь, там какую-то еду тебе могут дать, и еще джоб-центр тебе там что-то с работы, наверное, поможет. То есть тут, в Америку, ты приезжаешь, это как в детстве, кого-то учили плавать, просто взяли с лодки, кинули в речку. Гриби! Вот это очень похоже. Хорошо, у вас в начале были футстемпы, медикал, кэш? Если были, когда забрали? У нас было на начале EBT-карточка, это футстемпы, 500 долларов на семью из двух человек. Медикейт был два года, и кэш у нас был полгода, 200 долларов на человека вроде было. Ты только на дружину давали? Да, на мою жену давали, а меня не давали. А медикейт забрали, почему? Два года прошло, и закончился медикейт. Так, а репароль сделал? Да, мы под доходом нашего штата, мы не попадаем под малоимущих. У нас надо зарабатывать меньше 22 тысяч в год. Получается 1900 долларов на семью в месяц. Если ты зарабатываешь больше 2000 долларов, то даже медикейт уже не дадут. Да, поэтому... Хорошо, а как вы сейчас платите себе страховку? Или от работы? Страховка это вот кошелек. Серьезно? Да. А у вас нет штрафа за отсутствие? Нет, нет. Нет, у нас вроде в Калифорнии есть штраф какой-то. Страховка это твой кошелек сейчас. Мы еще просто не задавались, у нас только страховка наша закончилась, медикейт. Мы сейчас пока вот думаем, смотрим, какую лучше взяться. Начиная от 7 тысяч долларов или от 5 тысяч долларов. То есть то, что до 5 тысяч долларов ты сам будешь платить, что выше 5-7 тысяч долларов за что-то, то уже будет страховка покрывать. Я как-то слышал, что ты покрываешь 10-20 процентов всегда. Остальное, знаешь... Смотря какая страховка. Тут куча разных полисов, куча разного всего. Поэтому, как вот мои знакомые некоторые живут в Европе, то есть я приехал в Америку, я с первого дня начал работу, жилье, вся движуха пошло, пошло, пошло. Там просто... Да я сходил там на учебу, посидел, пошел домой. Немецкий послушал. Да, да, пошел домой как-то полтора года вообще все на чиле жили ты тут, и как эта белка начинает. Как что порешать? А там, да, все на чиле там таком, на расслабоне. Но тем не менее, говоришь, что не жалеешь, да? 100% нет. Возвращаться пока не собираешься, да? Пока нет, нет, нет. Я жду, как для многих. Это не то, что там всем, все, надо отсюда ехать в Европу, Америка уже не та. Там я не знаю, какая Америка, это та. Я приехал в эту Америку при Байдене, ну мне нормально. Может кто-то там 40 лет назад жил и говорил, ой, тут теперь все поменялось, я не знаю. Но для многих, если у вас там особенно маленькие дети, наверное, и жена не смогла бы тут работать, то очень много факторов. Если у тебя нет английского, ты как-то так особо по жизни не шевелишься, у тебя жена и дети, то ну сиди лучше в Европе. В Америке ты не выживешь. Ты один, если будешь работать, тебе не хватит ни на что. Большое тебе спасибо за информацию, рад был послушать, друзья. Если вам понравился Шарлат, понравился рассказ, может быть, вы рассматриваете сюда переезд. Очень уютно, красиво, зелено. По-семейному. По-семейному, да, тепло, даже жарко. По работе, как бы, я не знаю, мне кажется, как и везде. Как и везде. Если английский есть, то лучше ситуация, если английского нет, то будет ситуация похуже. Но ставки вот эти, конечно, пониже, чем в Калифорнии, даже на вот эти простые работы, что ты назвал, мне кажется, у нас на фастфуды даже подняли до 20 долларов сейчас, мне кажется. Ну, у нас-то, если пойдешь на констракшн работать, по 10-9 у тебя будет 20-23 в час, если на констракшн. А такие зарплаты, как 30 долларов, это прямо... 30 долларов может быть, если ты окончил колледж, там, выучился, там, на медсестру, медбрата, то у тебя может быть ставка 35 долларов в час. Но, опять же, это надо иметь английский, это надо работать в больнице, если у тебя нет английского, то, если у тебя нет английского и своего бизнеса, какого-то своего дела, ну, на констракшн, разве что, или где-то на траке, ты сможешь заработать. В иншему выпадку не получится нормально, потому учите английский, 100%, и открывайте свой бизнес, но там тоже английский нужен, какой-то замкнутый круг на английском получается. Вы все помешались на этом английском. Как будто в Америке живем, ну, как бы, камон. Да, все, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, до новых встреч в новом видео, пока. Пока.